1 сентября 1944 года в штате Теннесси в Окришской национальной лаборатории при попытке прочистить трубы в лабораторном устройстве по обогащению урана произошел взрыв гексофторида урана, что привел к образованию опасного вещества гидрофторидной кислоты. 5 человек, находившихся в это время в лаборатории, пострадали от кислотных ожогов и вдыхания смеси радиоактивных кислотных паров. Двое из них погибли, остальные получили серьезные травмы. 4 июля 1961 года советская подводная лодка К-19 находилась в северной части Атлантического океана, когда на ней заметили утечку реактора. Системы охлаждения реактора тогда не было, и не имея других вариантов, члены команды заходили в отделение реактора и чинили утечку собственноручно, подвергая себя дозам радиации, несовместимым с жизнью. 8 членов экипажа, которые чинили утечку реактора, умерли в течение трех недель с момента аварии. Радиационному заражению подвергся также остальной экипаж и сама подводная лодка, также баллистические ракеты, которые находились на ней. Когда К-19 встретилась с лодкой, принявшей их сигнал о бедствии, ее отбуксировали на базу, затем во время ремонта, который длился два года. Была заражена окружающая местность, а также получили обучение рабочие дока. В последующие несколько лет еще 20 членов экипажа скачались от лучевой болезни. В апреле 1967 года на производстве маяк произошел очередной радиационный инцидент. Озеро Карачай, которое использовали для сброса жидких радиоактивных отходов производства, сильно обмелело. При этом оголилось 3 гектара прибережной полосы и 2 гектара дна озера. В результате высыхания донных отложений оглившихся участков на дне водоема была вынесена радиоактивная пыль около 600 ки реактивности. Также была загрязнена территория в 1800 квадратных километров, на которой проживало более 40 тысяч человек. 21 января 1968 года Норст-Арбэй, Гренландия. Бомбардировщик ВВС США Б-52 совершал полет в рамках операции «Хромовый купол». Операция времен холодной войны, в которой американские бомбардировщики с ядерными зарядами находились все время в воздухе и готовы нанести удар по советским целям. Совершавший боевой вылет бомбардировщик с четырьмя водородными бомбами загорелся. Ближайшую аварийную посадку можно было совершить только на авиабазе в Гренландии, но времени на посадку уже не было и команда покинула горящий самолет. Когда бомбардировщик упал, ядерные боезаряды сдетонировали, что привело заражение местности. В мартовском номере журнала «Таймс» за 2009 год было сказано, что это одна из самых ужасных атомных катастроф всех времен. Инцидент повлек немедленное закрытие программы «Хромовый купол» и разработку более стабильной взрывчатки. 30 сентября 1999 года на ядерном объекте «Тайкамура» в Японии до марта 2011 года самая серьезная история института была «Фкусима». Но 30 сентября 1999 года трое рабочих попытались смешать азотную кислоту для получения нитритового уранива. Однако по незнанию рабочие взяли в 7 раз больше разрешенного количества урана, и реактор не удержал раствора достижения критической массы. Трое рабочих получили сильное гамма и нейтронное излучение, отчего впоследствии два из них скончались. Высокие дозы радиации также получили 70 рабочих. После расследования инцидента МАГАТЭ сообщило, что причиной инцидента послужила человеческая ошибка и серьезное пренебрежение техникой безопасности. 9 августа 2004 года произошла авария на АЭС «Михама», расположенная в 320 км к западу от Токио на острове Хансю. В турбине третьего реактора произошел мощный выброс пара от температуры около 200 градусов по Цельсию. Находившиеся рядом сотрудники АЭС получили серьезные ожоги в момент аварии. В здании, где расположен был третий реактор, находились около 200 человек. Утечки радиоактивных материалов в результате аварии не обнаружено. Четыре человека погибли, 18 серьезно пострадали. Авария стала самой серьезной по часу жертв АЭС в Японии. Авария на АЭС Фокусима. Взрыв анатомной электростанции Фокусима 11 марта 2011 года приравняли по шкале опасности к Чернобыльской катастрофе. Обе аварии получили по 7 баллов по международной шкале ядерных событий. Японцы, которые в свое время стали жертвами Ихросимы и Нагасаки, теперь вовсю получили свою историю. Еще одна катастрофа планетарная масштаба, которая, однако, в отличие от своих мировых аналогов, не является средством человеческого фактора и безответственности. Причиной Фокусимской аварии стало разрушительное землетрясение магнитудой более 9 баллов, которое было признано самым сильным землетрясением в Японии. В результате обрушений погибло 16 тысяч человек. Толчки на глубине более 32 километров парализовали пятую часть энергоблоков в Японии, которые находились под управлением автоматики и предусматривали такую ситуацию, но последовавшее за землетрясением гигантское цунами довершило начатое. В некоторых местах высота волн достигала 40 метров. Землетрясение нарушило работу сразу нескольких атомных станций. 8 августа 2019 года инцидент в Нью-Ноксе, Россия. Инцидент в Нью-Ноксе – нештатная ситуация, произошедшая 8 августа 2019 года в ходе испытаний новой техники, проходивших в районе ракетного полигона ВМФ России Нью-Нокс в Архангельской области. В результате инцидента на месяц погибло 5 человек, двое скончались от травм. В больнице еще четверо пострадавших получили высокие дозы облучения. Инцидент привел к коротковременному повышению радиационного фона в Северодвинске. По мнению сообщений Министерства обороны РФ, причиной ядерного взрыва является взрыв жидкостного ракетного двигателя. Позже Государственная корпорация «Росатом» сообщила, что в двигателе использовался радиозатопный источник питания. В СМИ публиковались предположения, что взрыв был связан с испытанием ракеты «Буревестник». Кроме того, были сделаны предположения, что при взрыве был поврежден малогабаритный ядерный реактор, а не радиозатопный источник питания.